Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, начиная новый влог. И у нас такое солнышко на улице, но минус 5. Прям уже весна-весна-весна, девочки. Но хочу вас тоже поздравить с началом весны. Надеюсь, что у вас погода хорошая и она вас радует солнышком. У нас в последнее время действительно солнечно в Санкт-Петербурге, но что-то как-то ладновато пока что. И бывает ветер очень сильный. Но уже настроение отлично. Я с вами хочу поделиться своими работами. Прямо это действительно работа лично для меня. Я обожаю делать всякие такие вещи. Девочки, я просто кайфую. Вот начала с одной. Я говорю про алмазные мозаики. Я выкладываю алмазные мозаики от компании Кубрикс. Помните, я вам показывала свою первую мозаику? Вот такую вот. Я выкладывала с себя. Вот. Это чёрно-белая. Получается мозаика формат А4. Потом я тоже вам показывала, что я начинала делать. И я её закончила. Вот такую мозаику. Это мой младший сыночек. Это, кстати, фотография. Он ещё в садике у меня был. Вот такая вот. Она им очень нравится. Она цветная. Ему нравится, что вот он такого цвета. И, в общем, супер. Я оформила её в рамочку. Вот. Ну, тоже как и вот эту. В общем, вот такие вот у меня две. То есть я показывала, что я её делаю. И вот как раз-таки я её закончила. На самом деле зимой в особенности я обожаю это. Это для меня, знаете, что-то просто с чем-то. Я вечером после того, как всех накормила ужином, все дела переделала, вечером я сажусь, наливая себе кружечку чая, включаю аудиокнигу в наушниках и сижу. Вот просто, знаете, как-то меня даже успокаивает. И потом очень хорошо спится. Мне очень нравятся девочки. Я прям вот кайфую. Это алмазные мозаики, которые идут по фотографии. Я выкладываю себя, своих детей, да, но можно, например, на подарок. Отличный вариант на подарок, девочки, потому что может человек сделать подобную вещь. Или вы сами для того, кого вы дарите. Например, любимое животное. Я продолжу обязательно собирать эти мозаики, потому что хочу сделать еще своих животных. Значит, я сделала себя и своего младшего сына. И на этом все не закончилось. У меня мой старший сын тоже, конечно же, хотел, чтобы я сделала его портрет, но он очень сильно хотел быть вместе со своим котом. Вы знаете, что кот Леопан, который у меня мой кун, это подарок моему сыну на день рождения на 10 лет. И он очень хотел, чтобы именно он был на фотографии вместе с котом со своим. У нас много фотографий. В общем, я выбрала одну. Точнее, я выбрала ее мой сын. И я заказала еще одну мозаику, которую я закончила и покажу вам сейчас. Это уже мозаика формата А3. И как раз-таки она отлично подошла для такого пожелания моего сына. Она, конечно, больше. Выкладывать ее в два раза дольше, но это стоит того. И мало того, она еще на подрамнике, вот на таком. Давайте я покажу комплектацию, как она пришла и как я загружала фотографию. Вот в такой большой коробке мне все пришло. Алмазная мозаика из любой фотографии Кубрикс. Она идет, видите, холст на подрамнике. Вот такие цвета. Здесь семь цветов. Достаточно большая. Можно уместить сразу несколько людей на этой фотографии. Есть выбор по цветам. Я выбрала таких коричневых, таких оттенков, можно так сказать. Есть подробнейшая инструкция, как ее собирать, как делать. Тут у меня куча помощников. Конечно же, естественно. Куда без них. Вообще, когда я ее собираю, обязательно около меня все мои хвостики находятся. Вот такое количество клеточек. Я, кстати, собираю именно по этим клеточкам. Всего 143 получается. Это формат А3, повторюсь. Вот, и, соответственно, инструкция, как я и сказала, по сборке этой алмазной мозаики. Все очень просто. Разберется каждый. Даже для фан с Боной. Ну, я покажу вам также еще наполнение, что идет в комплекте. Ну, здесь инструкция, я думаю, что всем понятная. Вот, давайте покажу уже само наполнение. Вот такое количество здесь идет самих алмазиков. У меня осталось каждого цвета ровно половина. Но, возможно, просто у меня такая фотография, что как-то цвета распределились поровну. Вот, идет, ну, то есть полная комплектация. Вот этот лоточек, куда можно их складывать удобно. Пакетики в них, кстати, я и храню сами вот эти алмазы. Вот, чтобы они не рассыпались, никуда не девались лишний раз. Вот. И, конечно, сами алмазики. Вот такие разные цвета у меня. Они очень, ну, я не знаю, удобно, удобно форма, хорошо ложатся. Ну, и саму фотографию, которую я сюда загружала. Здесь мой сын с котом Леофаном вместе. Можно просто пройти на сайт, попробовать разные варианты мозаики. То есть посмотреть, какая вам больше всего понравится. Фотографию желательно лицо увеличивать, чтобы было, ну, поменьше фона, побольше именно непосредственно самого человека или животного, которого вы выкладываете, да. Вот. И вот можно увидеть, посмотреть разные варианты мозаик, какие вам больше понравятся. Такую, соответственно, и сделать. А также сразу отредактировать фотографию, выбрать разные эффекты. И уже выбрать то, что вам понравилось. У меня получилось. Девочки, вы посмотрите, это же огонь. Это просто, особенно вот эта морда, вот эта вот. Это просто нечто вообще. Она идет на подрамнике, вот на таком. И, кстати, вот здесь вот не холст, а, как сказать, фанерка, наверное, да. Ну, в общем, такая плотная, не деревяшка, да, это скорее фанера, такая плотная и удобно. То есть, когда выкладываете, я, например, кладу вот так руку, да, и начинаю там выкладывать вот эту мозаику. И она не прогибается, то есть все хорошо крепится. Клеевая основа у этих мозаик просто потрясающая. То есть, если вы где-то вот не туда поставили, то нужно передвигать сразу же, иначе все присохнет, все подклеит. Я постепенно, соответственно, выкладываю по номерам. Я распечатываю инструкцию по тому, как выкладывать. Но можно и с телефона, допустим, с компьютера или с планшета. То есть, не обязательно распечатывать. Просто мне распечатано удобно, потому что я в телефоне слушаю аудиокнигу и попутно выкладываю. Посмотрите, какая прелесть. Можно также, кстати, ее тоже в рамочку. Вот, и здесь уже, то есть у меня получается моя черно-белая, младшего сына у меня цветная, а у старшего сына большого формата А3, и она уже такая как коричневая, да, в коричневых оттенках. Видите? Вы посмотрите, какая прелесть. А вы, знаете, я уже говорила, что я дарила одной своей знакомой такую мозаику, и она выложила свою собаку, и получилось вообще нереально круто. Вот. Осталось мне сделать мужа, ну и пройтись уже дальше по всем своим животным. Я хочу их как-то, может быть, вместе, там, Каспер и Гуню, например, или там Бону и Джуси вместе, чтобы они у меня были. В общем, девочки, это супер. Вот сейчас 8 марта, скоро уже, да, и это супер подарок на любой, абсолютно любой праздник. То есть здесь, например, можно выложить самим и подарить, например, там, я не знаю, на юбилей у кого-то, да, вот такую картину. Если мне вот такую подарили, я была бы просто вообще, не знаю, просто счастлива. Вот. Выкладывается легко, просто. Ну, единственное, что это достаточно такая кропотливая работа, но это супер. Девочки, обязательно закажите на подарок. Я уверена, что вам скажут огромное спасибо за такую мозаику. Всем рекомендую. И со мной вот это формат А3. То есть можно, например, даже всю семью вместе расположить, да, и получится вот такая вот прелесть. Заказывала я все эти мозаики на сайте Valbrez. Ссылочку вам, конечно же, оставлю под этим видео, как я вам уже и сказала. Вот. Ну, и давайте я вам покажу еще покупки. Мне пришли остатки бытовой химии, про которую я вам говорила. И давайте вам покажу. И давайте, девочки, я еще покажу вам свои остатки заказа с Valbrez. Заказала, помните, я в предыдущем видео или в каком-то видео, уже не помню, показывала, что я заказывала вот такое профессиональное средство для уборки. И вот это, конкретно вот это, это для чистки кухонных плит и каких-то чего-то там, вот, для стойких загрязнений, то есть сильных нагаров каких-то или тому подобное. Но мне нужно иногда такое средство, потому что, ну, не всегда я вовремя все протираю и мою, поэтому потом приходится очищать. В общем, тоже попробую, расскажу. И снова вот этот кондиционер от марки Grass, уже вот такой вот, он достаточно густой. Гель для стирки мне понравился, очень хорошо отстирывает. Он такие легкие пятна. Если сильно застарелые пятна, то, конечно, нужен еще пятновыводитель. А так очень неплохо отстирывает. Вот у меня сын, в общем, обтерся в машину, вот, и вся куртка была грязная. Буквально немножко геля для стирки, и все отстиралось супер. То же самое получается из-за того, что вот этот кондиционер более густой, получается он более экономичный. В общем, мне понравилось от Grass. Буду теперь, ну, чуть-чуть подороже, чем до этого я заказывала различные гели для стирки и кондиционера. Но получается лучше действовать. Белье мягкое. Получается, единственное, что не держится долго запах. То есть, вот я белье, например, там снимаю, пока оно висит, аромат. Ну, пока сохнет, да, я имею в виду, аромат есть. Потом, когда я его глажу, аромат есть. А уже в шкафу как такового аромата, ну, по крайней мере, я не замечаю. Ну, вот такого. Так. Дальше заказала. Вообще, я все время покупаю вот эти вещи в Ленте, ну, или где, в каких магазинах бываю. А тут я что-то забыла, и у меня все закончилось. Думаю, ну, закажу на Вальбрест, как обычно. В общем, вот такие вот ватные диски. Вообще, что ватные диски, что ватные палочки, лично мне все равно, какие. Я обычно беру самые дешевые. Ну, в общем, ладно. Взяла вот такие, смотрите, какие. Ну, прям, прям крутые. Вот такие вот они, видите. Ватные диски. Вот. И вот такие ватные палочки. Мне вообще ватных палочек всегда нужно много, потому что я еще собаки уши чищу. Бонни. Вот. Ватными палочками как раз получается. Ну, и дисками, и палочками. Поэтому у меня очень это расходный. Такие ватные палочки. Здесь упаковка большая. Не помню, сколько штук. Тысяча штук. Вот. В таких вот маленьких упаковок на бамбуковой палочке. Ну, короче, как на зубочистке. Очень похоже, по крайней мере. Вот. Обычные ватные палочки. Не знаю. Что-то можно придумать разве тут, мне кажется, нет. Вот. И еще заказала огромную тоже упаковку. Вот такую большую. Смотрите, какая милота. Вот таких тряпочек для уборки. Смотрите, какие они прям ворсистые, прикольные. Мне кажется, им прикольно вот как раз пыль вытирать. Вот. У меня тут их огромное количество. Но я решила взять. Думаю, сразу я обычно беру много. То есть я убралась. После каждой уборки я их стираю. Вот. Не знаю, как для кухни пойдет или нет. Вот. Ну, в общем, такие вот торопчули. Видите, сколько у меня их много разных цветов. Так что супер. Я их без отбеливателя, без всего, просто сразу бросаю в стиральную машинку, стираю и все. Вот. Вот такие вот тряпочки. В общем, все полезное. Все для уборки, для дома и тому подобное. Ссылки я, конечно же, вам оставлю под этим видео. Девочки, смотрите, какая у меня красота еще распустилась. Ну, это же красота. Я обожаю эти цветы. Особенности, когда они цветут. Правда, они недолго. Но вот этот цветок у меня выпустил вторую стрелку. Окна у меня грязные. Извиняюсь. Вот. Ну, что-то. Тут Леофан пришел посмотреть. Только один в этом году у меня зацвел пока что. Вот этот, может быть, сейчас еще зацветет. У меня белый и белокрасный. И красный. Три у меня всего таких цветка. Она будет еще себе прикупить. В обе надо ехать. Прям душа просит. Ну, это же красота. Смотрите, какой красивый. Девочки, огонь. Просто яркий, красный. Вторая стрелочка у него будет. Просто я не могу на него насмотреться. Очень красивый. Жалко, камера не предает солнышку. Просто так светит здесь. Ну, красота же. Вот еще одна красота. Вечно тоже за мной ходит. Вот такой вот красивый. Не помню, как он называется, девочки. Честно. Признаюсь. Но классный. Не говорили в предыдущих видео. Я Касперюшу не показывала. А вон. Видите, за цветком у меня спит. Спит себе, спит-то. Ты что там спишь? Выходи, Каспер. Опять шерсть разбросал. Он на меня обиделся. Он меня тут покусал, поцарапал. Смотрите. За палец. Это я его вычесывала, расчесывала. У него там какие-то култуны пытались вот там на попе образоваться. Я бы решила вычесывать. И он на меня злился. Да, Касперюш? Ты хороший. Да я скажу, вообще неплохой парень. Видите, у него вот тут вот штаны я ему вычесывала. Неплохой, я скажу, парень. Но шерстлявый очень. Я не люблю, когда меня расчесывают. Вот. Конечно, надо девочкам посниматься, красивым себя показать, да? Что я вот такой хороший. Мама наговаривает на меня, да? А я хорошая, она наговаривает на меня. Не кусала я ее. Она сама себя покусала, да? Ты мой сладкий. Сладкий мужчина такой у меня. Каспер, уже весна началась. Ты в курсе? Каспер, уже отстанет меня. Я вот он какой. Вот он я, красавица. Такой у меня получился небольшой влог. Вот. Ну, какой есть. И мне одна моя зрительница тут написала о том, что она бы хотела на моем канале увидеть видео, ну, из серии вопрос-ответ. То есть, чтобы мне задавали вопросы, и я на них отвечала. Если вам интересен такой формат, если вы хотите у меня что-то спросить, пишите под этим видео в комментариях, и я тогда буду отвечать. Вот. Если нет вопросов, как это говорят, у матросов нет вопросов, то, ну, тогда, как бы, тогда и ладно. Вот. Так что, если вам интересно такой формат, обязательно напишите им. Вот. Вопросы я на них с удовольствием отвечу. Вот. Так что на сегодня уже буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео, было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok